Здравствуйте! Вы смотрите главные новости. В студии Ростислав Белык. Смотрите в сегодняшнем выпуске. В рамках широкого обсуждения, я думаю, что будет выработана программа вывода страны из кризиса. Перспективы развития страны. В Орле стартовал Всероссийский экономический форум. ТАСС уполномочен заявить. Первый областной принял участие в традиционной пресс-конференции Государственного информагентства. Аптечка, трос, огнетушитель. На всякий пожарный. Спасатели и дорожные полицейские напомнили автомобилистам, зачем в машине огнетушитель. В поисках новых пассионариев общественники приступили к выявлению российской элиты. В Орле стартовал Всероссийский экономический форум, получивший название «Социальные и экономическое развитие регионов России. Проблемы и пути решения». Среди ключевых тем дискуссий такие вопросы, как место нашей страны в глобальном мире, новая индустриализация, девшеризация экономики и предотвращение утечки капитала. Подробности в специальном репортаже Натальи Пехтеревой. Форума такого масштаба в Орловском регионе еще не было. География областей, вся Россия, более тысячи человек собрались, чтобы обсудить глобальные проблемы экономики. Это площадка для дискуссий бизнеса, власти и экспертного сообщества по самым актуальным вопросам экономического развития России, говорили участники форума. Среди них руководители регионов, а также делегации из дальнего зарубежья, депутаты Госдумы и региональных ЗАГС собраний, руководители ведущих вузов, представители федеральных министерств и ведомств бизнеса и науки. Цель форума – выработка модели развития экономики и социальных институтов России – сейчас наиболее актуальна. Я лично жду выработки твердой экономической программы. В рамках широкого обсуждения, я думаю, что будет выработана программа вывода страны из кризиса. Разрабатывается стратегия развития экономического нашего государства. Вот основная цель. Участники форума положительно оценили Орловскую инициативу – проект по созданию особой экономической зоны «Серпомолот». Мы уже ознакомились здесь и с этим стендом, и в интернете мы это видели. Это очень хороший проект. Мы уверены, что туда придут инвесторы, на эти площадки. Хорошие условия для развития предпринимательства. Мы считаем, что у этого проекта есть хорошее будущее. Естественно, положительный опыт есть и в нашей стране, и за рубежом таких зон. Я надеюсь, что руководство области предпримет все для того, чтобы реализовать этот проект. Открыл форум председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он поблагодарил гостей и участников, а также руководство Орловской области. Я благодарю руководство Орла, его правительство, руководство губернатора Подомского и всех вас, что вы пришли в наш форум для того, чтобы выслушать программу народно-патриотических сил по выводу страны из кризиса. Я от имени патриотических сил КПРФ приветствую вас и открываю Орловский экономический форум. В своем выступлении Геннадий Зюганов призвал взять на вооружение опыт народных предприятий. В частности, это подмосковный совхоз имени Ленина, СПК «Звениговский» из Марии-Л, а также ряд других предприятий. Зюганов полагает, что программу вывода страны из кризиса можно строить на нескольких принципах. В программном документе 10 пунктов. В частности, необходимо восстановить экономический суверенитет и реальную независимость страны. Минерально-сырьевая база России обязана служить народу. Экономика должна стать наукоемкой, развиваться на основе высоких технологий и новейших достижений. Высокое качество школьного образования крайне необходимо возродить. Это нужно и для промышленности, и для развития науки, и для поднятия культуры, и для утверждения молодого человека в жизни. Также на данном этапе крайне важно восстановить систему профтехообразования по всем профилям обучения, вернуть престиж технических и педагогических вузов. Срочных мер по спасению требует сельское хозяйство, сказал Зюганов. В пример была приведена инициатива губернатора Вадима Потомского. Земли сельхозназначения необходимо вернуть в оборот. И не надо тут ничего не бояться, не стесняться. Недавно и Путин активно поддержал. Предстоит восстановить почти полностью утраченное семноводство и племенное животноводство. Вчера показали, как на Орловщине грамотно начинает решаться эта задача. Решить этот комплекс задач можно только на основе реконструкции сельхозяйственного производства. Забота о стране – это в первую очередь забота о людях, подчеркнул Зюганов. По его словам, этому принципу уже соответствуют губернаторы Орловской и Иркутской областей Потомский и Левченко. Эти руководители доказывают любовь к своим земледелам. Они не забывают держать совет с людьми, представителями партии и движений, с экспертным сообществом, со всеми конструктивными силами, с деловыми кругами. Это создает хорошую основу и для сегодняшнего разговора. Ключ к успеху – это рачительное хозяйство, сказал на форуме зампред СК КПРФ, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам Владимир Кашин. Когда нам говорят о том, что в нашей стране тяжело с кадрами и потерянные поколения существуют, это снова ложь. Потому что именно сегодня мы производим и нефть, и газа, всего углеводородного сырья на уровне столько, сколько производилось в Советском Союзе. То есть 530 миллионов тонн нефти, под 630 кубометров газа – это огромное количество энергетического материала, которым отапливаются и Европа, и Азия. В обширном докладе Вадима Потомского нашли отражение как сегодняшние действия правительства, так и задачи на перспективу. Среди главных – рост экономики, увеличение инвестиций и объемов жилищного строительства. Сегодня России трудно, но наши предки выходили из более тяжелых ситуаций. Мы верим, что наша страна справится со всеми стоящими перед нами вызовами. Для этого есть все необходимые ресурсы. Есть воля руководства страны. Есть редкая для последних лет единство, сплоченность нашего народа. Есть готовность Коммунистической партии Российской Федерации всех ведущих политических сил объединить усилия для сохранения стабильности и процветания нашей Родины. Социальная сфера во главе угла. Руководство страны предприняло ряд шагов, которые вселили в надежду, что социальная политика всегда была в числе главных приоритетов. Прежде всего, это майские указы президента страны Владимира Путина. Они во многом изменили социальный климат в стране. Должен сказать, что на Орловщине все обозначенные указы индикаторов выполняются в полном объеме. При всех трудностях мы стараемся сохранить уровень господдержки образования, здравоохранения, культуры и спорта. Когда речь зашла о научном потенциале региона, прозвучала новость. В январе этого года Миноборнауки принято решение о слиянии двух ведущих вузов региона. Государственного университета и бывшего технического университета. На их базе создан опорный Орловский государственный университет имени Тургенева. Это решение позволит сохранить в Орле мощный научный кадровый центр. Увеличить вклад науки в национальное развитие региона. Благодаря этому решению вчера было принято решение в Министерстве образования Российской Федерации о выделении дополнительно 150 миллионов рублей для реализации проекта опорного вуза Орловской области. Также в первой части пленарного заседания выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Среди предложений форума сделать такие мероприятия традиционными. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернаус, Костелеканал, Первый областной. В перерыве пленарного заседания экономического форума состоялась открытая пресс-конференция группы экспертов во главе с Геннадием Зюгановым. Лидер коммунистов вместе с губернатором Орловской области в ходе пресс-конференции ответили на ряд вопросов СМИ. Андрей Деркач подробнее. В числе первых вопросов, заданных лидеру российских коммунистов, касался восстановления экономического суверенитета. Для того, чтобы был подден экономический суверенитет, прежде всего надо молиться не доллару и ценам на нефть и газ, а поклоняться своему рублю, которому в этом году исполнится 700 лет. Редко в какой стране валюта имеет такую уникальную историю. Мы даже специально собираемся провести большой форум, посвященный национальной валюте и ее укреплению. По словам Геннадия Зюганова, в стране одной из задач, не требующих отлагательства, является помощь малому и среднему бизнесу. В свою очередь губернатор региона Вадим Потомский предложил свое видение решения проблемы. В Орловской области принято решение создания залогового фонда. Сегодня я раскрою вас буквально коротко, за минуту вы меня поймете, в чем моя идея. Залоговый фонд позволяет нам аккредитоваться в коммерческих банках. Эти кредиты, которые мы получим в коммерческих банках, будем переспределять для системы малого и среднего бизнеса, потому что, да, мы будем отдавать эти кредиты по более низким ставкам, чем возьмем, компенсируя эти ставки за счет налогов по НДФЛ, налогу на прибыль и имущество. Тем самым мы вторгнем в процесс производства, в возобновление новых рабочих мест, ведем население в интересную работу, при этом полная будет за нами ответственность. Сегодня есть имущество, которое не работает. Эта модель работала в Соединенных Штатах Америки, в Германии, в Бельгии, в Швеции. Это не новая система, ее просто нужно применить. Сегодня есть для этого все необходимые возможности. По-прежнему одной из самых обсуждаемых тем остается положение страны в условиях жестких санкций. Лидер коммунистов уверен, санкции для страны не угроза. За сто лет было шесть туров санкций. При умной политике из всех туров мы вышли сильнее, образованнее и крепче. Вот используйте в том числе эти санкции для развития внутреннего рынка. Что проблема поддержать село и получить продовольствие? Никакой. Что проблема вернуть многих, кто работает в чужих лабораториях? Предложите выгодные условия, построите коттедж и дайте возможность. И вы завтра получите уникальных специалистов, которые знают Россию, знают мировой область. Никакой проблемы. По словам Геннадия Зюганова, страна обязана найти выход из кризиса. Но для этого необходимо объединить усилия всех – и власти, и бизнеса, и ученого сообщества. Андрей Деркач, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной. Руководство ростовского агроконцерна «Ростсельмаш» также стало участником экономического форума, стартовавшего в пятницу. Для предприятия, чья история начала писаться еще в 1929 году, участие в мероприятии такого уровня, в первую очередь, приобретение надежного партнерства. Виктория Юркова далее. Российский завод «Ростсельмаш» знают в 56 странах мира. Сохранить всесоюзное достояние сумел Константин Бабкин вместе со своей командой. У промышленника и политика есть свое видение выхода страны из экономического кризиса. Есть главные самые люди, которые обладают традициями, обладают знаниями и люди, которые хотят работать. Просто люди сегодня не востребованы. Единственная вещь, которой нам сегодня не хватает, это правильной, адекватной экономической политики, которая как раз соединит все компоненты, ресурсы, людей, рынок, возможности и двинет страну вперед. Прошлый год, по словам Константина Бабкина, мог быть для компании не совсем удачным. Но лидеру партии «Дело» удалось поспособствовать принятию закона о промышленной политике, благодаря чему поддержку получила сельскохозяйственная отрасль. Крестьянам субсидируется четверть цены сельхозтехники, произведенной в России. И сразу пошел эффект. В прошлом году на фоне общего кризиса, на общемирового кризиса в сельхозмашиностроении, производство в России выросло на 30%. На Орловском экономическом форуме Константин Бабкин открыто заявил о проблемах в АПК. 15 лет назад в нашей стране насчитывалось 5 комбайновых заводов, остался сегодня один. Этот один завод производил когда-то 45 тысяч комбайнов в год. Сегодня мы производим 4,5 тысяч комбайнов, в 10 раз меньше. Сегодня, по словам Константина Бабкина, потенциал и мощности Россельмаша позволяют производить гораздо больше комбайнов в год. И для выхода страны из экономического кризиса необходимо прежде всего развивать отечественное несырьевое производство. Именно успешные промышленники и аграрии, представители среднего и малого бизнеса, должны стать главным кадровым резервом страны, потенциальными капитанами новой индустриализации. Виктория Юркова, Сергей Руднев, Телеканал Первый областной. Программу дополнительного питания и систему адресной продовольственной помощи населению планируют ввести в нашей стране. Подробности проекта сейчас широко обсуждаются в федеральных СМИ. На прошедшей пресс-конференции агентства ТАСС, в которой традиционно принял участие телеканал Первый областной, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал о ряде особенностей программы. В федеральных СМИ сейчас активно обсуждается тема внедрения электронного продовольственного сертификата, по которому ряд категорий россиян сможет получать государственные субсидии на покупку отечественных продуктов. Расскажите, пожалуйста, об основных целях этой программы. И каков, на ваш взгляд, механизм участия региональных торговых предприятий и фермерских хозяйств? Программа эта многофакторная. Программа эта, с одной стороны, направлена на то, чтобы поддержать определенные категории, социально-приоритетные категории наших граждан, для которых необходимо улучшение рациона питания, чтобы питание было более сбалансированным. Эти критерии для того, чтобы попасть в программу, они будут еще разрабатываться. Мы изучили подобные программы, которые существуют в других странах. Они существуют в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах Америки. Кстати, когда говорят о том, что вот, очень многие начинают спекулировать на этой теме, вот смотрите, правительство расписывается в том, что у нас наступает голод, что у нас наступает глобальная бедность. Но ничего общего с голодом эта программа не имеет, потому что у нас такой проблемы, как голод нет, все-таки сегодня есть несбалансированное питание. Как ранее отмечал Виктор Евтухов, программа дополнительного питания может стать одним из наиболее эффективных проектов в истории страны по поддержке российского производителя. Разного рода объекты торговли смогут участвовать в системе адресной продовольственной помощи населению. Особенно важно это для сельскохозяйственных рынков и малых форм торговли. Именно через них, как правило, идет сбыт продукции местных мелких и средних сельхозпроизводителей, говорит замглавы Минпромторга. Специальный законопроект, который проходит последнее согласование, вскоре будет внесен на рассмотрение Госдумы. Предприниматели, которые намерены торговать, что называется, с колес, обяжут покупать спецавтомобили и оформлять специальное разрешение. А теперь к вопросам злободневным. Асфальт в областном центре уже по традиции растаял вместе со снегом. Правда, в этом году произошло это раньше, из-за теплой погоды. В администрации города говорят, что ремонтные работы будут выполнены и даже называют конкретные сроки начала ремонта. Май этого года. Алексей Музалевский продолжит тему. Эта дорога по улице Емельяна Пугачева востребована как автомобилистами, так и пешеходами. Ведет она к Афанасьевскому кладбищу. Небольшой по протяженности участок, мало того, что не имеет ограждения, таки еще и пестрит ямами. Очень сильно беспокоит. Беспокоит тем, что это на моих глазах произошло. В 2015 году здесь пять человек с переломами конечностей на скорой помощи были отсюда увезены. И тогда отец Евгений решил, надо что-то делать, чтобы привлечь внимание общественности. Стал собирать подписи. Набралось более 400. На самом деле подписи прихожан и посетителей храма мы собрали не в первый раз. То есть это было в 2013 году, это было еще ранее, но откликов это не нашло. Как раз в 2013 году этот участок фрезеровали. На большее не хватило то ли сил, то ли средств. Естественно, не только эта улица областного центра требует ремонта. Безьямовец Евгений Косогов говорит, общественное движение приметилось десяток дорог, на которые УКХ следует не просто обратить внимание. Я сам лично видел, когда был сделан первый этап ямочного ремонта на Герцинском мосту. Он был сделан в тех местах, так скажем, только по той, по левой стороне, где крупные и самые большие ямы. Однако сейчас мы видим, вот мы едем по правой стороне, ни одна яма мелкая не заделана. Евгений предлагает не ждать, а приступить к работам, чем быстрее, тем лучше. Не имеет ли смысл снять центральную часть верхней одежды, дорожного полотна Герцинского моста на сегодняшний день, не тратить лишние деньги на ямочный ремонт, сэкономить в бюджете средства. И пусть, да, мы поедем месяц-два по фрезерованному асфальту, но зато будет ровная дорога. О ровных дорогах в областном центре мечтают и большинство автомобилистов. Что сказать? Ужас. А где конкретно ямы? Можете перечислить? Конечно, пожалуйста, мост Герцинский, Красный мост. Красный подлатали, по-моему, сейчас немножечко, но Герцинский ужасный. Ну, везде, ну, какую улицу не возьми. В Советском районе много улиц и ямы. И разбитые где-то дороги. Пожарная, по которой езжу каждый день. Вторая Посадская в ямах. Тургеневский мост, по-моему, тоже не очень в хорошем состоянии. Мост на Черкасской ужасный. Тем временем, руководитель УКХ города, отчитываясь на планерке главе администрации о проделанной работе, говорит так. По вашему поручению, когда было сказано, что сегодня работа продолжается. Кстати, первые ямочные работы в областном центре должны стартовать уже в ближайшее время. Алексей Музалевский, Виктория Юркова, Олег Фомин. Телеканал Первый областной. Совместную акцию на дорогах Орла провели инспекторы пожарной охраны и дорожной полиции. В надзорно-профилактическом рейде сотрудники служб проверили, как заботятся автолюбители о своей безопасности. Ксения Туркова подробнее. Аптечка, трос, огнетушитель. Экзамен по правилам безопасности для водителей устроили люди в форме. В ходе рейда инспекторы пожарной охраны и дорожной полиции проверили у водителей не только наличие огнетушителя, но и умение им пользоваться. Вынимаешь чеку и нажимаешь вот на этот рычаг. Возгорание транспорта явление нередкое, говорят орловские спасатели. Только в прошлом году произошло около сотни таких случаев. Рекомендуем вам иметь огнетушитель с большей массой гасящего вещества, активного порошка, с массой 4, то есть ОП4. Однако наличие огнетушителя далеко не гарантия того, что им удастся вовремя воспользоваться. Как показывает практика, в некоторых случаях его возят в транспорте лишь для отвода глаз. Держат два огнетушителя, но, скажем так, перевязанные скотчем или веревкой, чтобы в целях недопущения вравства и других, видимых для них причин. Огнетушители должны быть всегда удобны для эксплуатации. Бывалые же водители уверены, исправный огнетушитель должен быть под рукой. В его необходимости некоторым приходилось убеждаться лично. Мы сами проверяем, и начальство следит за этим. Это, пожалуйста, приходилось вам когда-нибудь? Один раз приходилось. Возгорания автомобилей на Орловских улицах случались и в этом году. На помощь водителям огнеборцы уже выезжали трижды. Это и возгорание электропроводки в результате короткого замыкания, это и возгорание в подкапотном отсеке, моторном отсеке. Первое действие – это, естественно, оперативность. То есть водитель должен всегда видеть и знать, где у него находится огнетушитель, он должен находиться в зоне его видимости. В избежание подобных случаев техническую проверку транспорта активно ведут дорожные полицейские. По административному кодексу, согласно статье 12.5.1, за нарушение правил дорожного движения, а именно невыполнение пункта 7.7 основного перечня неисправности под опуску технических транспортных средств, предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. В этом рейде решили обойтись без штрафов. Забывчему водителю вместо протокола на этот раз вручили памятки, посоветовав с приобретением средств пожаротушения не затягивать. В пути может случиться всякое. Ксения Туркова, Олег Фомин, Телеканал Первый областной. Девятиклассница из Болхова Валерия Федотова получила президентский грант. Школьница оказалась в числе тех, кто победил в региональных литературных конкурсах «Я люблю тебя, Россия». Все они и были поощрены от имени главы государства. Наш корреспондент Алина Лагутина встретилась с новой гордостью Орловской области. Когда это будет, не знаю. В тени белоствольных берез Победу 9 мая Отпразднуют люди без слез Сыграют военные трубы, Старинные марши страны И выйдет к армии маршал, Не видевшей этой войны. Со строкой стихотворения поэта-фронтовика Сергея Орлова Валерия Федотова начала свое сочинение. Героем стал Андрей Мартынов, простой парнишка, чья молодость прошла на полях сражений Великой Отечественной. Подвигов он не совершал, не произносил громких речей о долгие чести. А когда родине понадобилась его жизнь, он просто отдал ее. Просто. Просто жил, просто погиб, пишет девочка. Я узнала этого человека от бабушки. Возможно, он был ее другом на фронте. Может быть, они общались. Валерия много читает о страшных событиях 40-х. Постоянно расспрашивает бабушку, а как это было. И когда предложили принять участие в конкурсе, школьница не раздумывала. Лер, скажи, перед написанием сочинения твоего для конкурса, где ты почерпнула вдохновение? Несмотря на то, что война закончилась, мы до сих пор слышим эхо войны. У нас в школе есть музей, куда я часто прихожу и смотрю на фотографии, читаю какие-то заметки. Также у нас в Болхове есть экспонат танка и вечный огонь. О победе в конкурсе и мечтать не могла. Поэтому, когда узнала результаты, растерялась. Говорит, не верила, что в конкурсе такого уровня может победить она, простая девочка из Болхова. Я всегда, ребята, говорю, ребята, не бойтесь и участвуйте. Поскольку они как-то, может быть, у нас и городок небольшой, как-то боятся выходить на такой уровень. А вот оказалось, что Валерия молодец. Мы знакомы с Валерией очень давно. И я была очень рада, когда она выиграла в этом конкурсе. Весь класс был рад за нее и все ее поддержали. Сейчас, несмотря на то, что литература – любимый школьный предмет, Лера упор делает на химию и биологию. Я хочу после 11 класса пойти в мединститут на врача-педиатра. Вообще это не просто так, потому что моя бабушка раньше на фронте была медсестрой, помогала в тылу больным и раненым. Вот, наверное, поэтому я хочу быть врачом, помогать людям, чтобы они были здоровые, сильные, крепкие. Алина Лагутина, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной. В Орловском филиале Академии госслужбы приступили к поискам российских элитариев. Стартом тому стал круглый стол, который организовали местное отделение Ассамблей народов России, областная общественная палата и сама Академия. На мероприятие побывал и Сергей Быковский. Все они агенты и языки, если пользоваться терминологией разведчиков, потому что каждый из этого собрания должен дать ответ, что же такое современная элита России. Каким критериям она соответствует, откуда берется и может ли увлечь и повести за собой. Информацию эту собирает Орловское отделение Ассамблеи народов России, организовавшее мероприятие. В данном случае Ассамблея выступает своего рода подрядчиком, проводя разведку для Института социально-экономических и политических исследований. Была поставлена задача исследовать общественное мнение и определить, что же по мнению разных слоев населения, разных социальных срезов населения, кто же является истинной элитой России. Каждый из участников круглого стола дал свой ответ. Все приглашенные на мероприятия представляли или партию, или общественную организацию, или национальную диаспору, или тружеников науки, или культуры. То есть самые разные социальные и профессиональные общности. Сегодня те модели развития общества, которые существуют, себя исчерпали. Главная цель этого исследования, которое проходит, кстати, по всей стране, это определение того базиса, что позволит произвести духовное и культурное обновление нашего общества. В принципе, для Орла это не новая задача. Местные интеллектуалы уже погружены в проблему после визита в Орел из Борского клуба. И проведение здесь мозгового штурма на тему «Духовная мобилизация России». Так что поиск ответов на вопросы, что делать и кому именно, становится для орловчан уже чем-то привычным. Сергей Быковский, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной». Экспресс-радио «Орел» в эти выходные даст свой ответ заграничным традициям. Любителям рока предлагают громко отметить анти-Валентина в день. Анти-день Святого Валентина – это тот формат, который в целом подходит для рок-музыки, которая всегда пыталась быть вопреки чему-то. Ну и наши орловские музыканты поддержали нашу идею о том, чтобы отмечать праздник наш, православный, 8 июля, день Петра и Февроньи, и не отмечать праздник, который пришел к нам из-за рубежа. В анти-день Святого Валентина музыкальный протест выразят сразу несколько групп – «Кофешоп» и «Лос Крокодилос», которые в преддверии праздника в эфире разыграли бесплатные билеты. Мы вообще любим выступать, если есть такая возможность. Поэтому мы как раз таки решили, относимся мы к нему сугубо отрицательно, потому что это не российский праздник. Услышать музыкантов смогут все желающие. Орловские рок-исполнители выступят в эту субботу в кафе «Наутилус-57», начало концерта в 19.00. На этом у нас все. Интересную информацию сообщайте нам по телефонам редакции 76 1028, а также 508 088. Свежие новости также вы можете услышать в начале каждого часа на волнах экспресс-радио «Орел» на частоте 104FM. В студии был Ростислав Белык. Всего вам хорошего. Трехмесячному Вове Фризину нужна помощь. Поставлен диагноз двусторонняя ретинобластома – рак сетчатки глаз. Вылечить малыша могут только в швейцарской клинике. Сумма лечения – 4 миллиона рублей. Реквизиты для помощи вы видите на своих экранах, а также можете посмотреть их на сайте obladin.ru. Смотрите! 16 февраля, сразу после программы «Главные новости». Новый проект телеканала «Первый областной» – «Право знать». Разъяснение законодательства в самых различных сферах права и обязанностей граждан. Осведомлен – значит защищен. «Право знать» на «Первом областном». Славянская мебель. Крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в регионе. Славянская мебель – это залог высокого качества по доступным ценам. Наш адрес – улица Максима Горького, 41. Славянская мебель. Ваш имидж. Ваша мебель. Скорая амбулаторная помощь «Медлюкс Орел» предлагает услугу «УЗИ на дому» на современном оборудовании взрослым и детям. Консультативная помощь узких специалистов. Телефон – 78-43-78. Управление Федеральной службы безопасности России по Орловской области объявляет о приеме кандидатов для поступления в пограничные институты на конкурсной основе по результатам сдачи ЕГЭ. Рассматриваются юноши с образованием не ниже среднего общего – 11 классов. Прием документов до 29 февраля по адресу город Орел, улица Салтыкова, Щедрина, 29. Телефон – 43-76-20. Сбрось лишнее в тренажерном зале. Спортивный клуб «Сталь» – меняйся к лучшему. Приходи. Орел, Рощинская, 12. Звони 33-05-93. Телеканал «Первый областной» объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе. Телефон – 44-40-20. Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин и Станислав Иванов. Ничего не шара. Просто с добрым утром. С понедельника по пятницу с 8 до 10 на «Экспресс-радио». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»